а вот и мы да всем привет у нас в очередной раз продолжение разговора о программировании на языке программирования python вот напоминаю что это курс как бы для начинающих мне тут уже несколько раз делали замечание что такие это очень средний начинающий продолжающий такие ну что позвать вот и вот поскольку я решил учить учесть эти самые замечания относительно вот этого как бы то сегодня у нас будет разговор как раз про такие программистские шаблоны вот то есть как и в раз мы почти не познакомимся с новыми конструкциями языка питон хотя нет познакомимся вот тут уже на экране видно что познакомимся вот а в основном поговорим о приемах подходах к решению задач тем более что в прошлый раз я так понимаю это все было слишком плотно и то что я пытался выдать за какую такую хорошо работающую теорию на самом деле не более чем как-то структурированная практика в моем понимании о чем разговор пойдет сегодня ну вот собственно в заголовке все написано это двумерные многомерные структуры разумеется и многомерные структуры мы трогать не будем потому что ну или почти не будем просто вспомним про них потому что это требует какого-то разумного алгоритма который надо объяснять на их примере вот а вот двумерные структуры на самом деле возникают очень часто в обиходе самых обычных задач мы это увидим вот идут на сразу оговориться что мы сегодня не будем вообще говорить про собственно такую серьезную коробочную поддержку многомерных структур которые в питоне есть используемых в математике то есть мы не будем говорить о математических массивах и о средствах их обработки дело в том что это отдельно очень большая тема на которую можно прочесть целый спецкурс вот этот спецкурс который можно прочесть требует разумеется хорошего знания питон и достаточного опыта программирования на нем не супер большого вот и поэтому в такой форме естественно в нашей лекции вся эта тематика не попадает то там есть здоровенный пакет математические нумпы есть к нему еще не менее здоровенные дополнения типа с цепы и так дальше и симпы вот но если будет такой запрос со стороны сообщества можно будет посвятить одну из тем нашего разгон наших разговоров конкретно обработки математических данных конкретно каким-то примитивным самым простым способом взаимодействия с тем же нумпы вот но сразу предупреждаю это тоже будет разговор не для начинающих потому что там должна в этом случае от вас потребуется некоторый математический бэкграунд там умение работать с матрицами вот отсутствие испуга когда вы видите полный экран каких-то значит а символов упорядоченных прямоугольной формочки вот это вот все но у нас с вами я надеюсь ничего такого не произойдет вот а будет все попроще и первое про что мы будем говорить когда будем говорить про двумерные структуры это списки строк почему списки строк списки списки строк потому что из третя в встречаемых нами последовательности и последовательности в английском языке тут хотя бы предлог должен быть а в русском тоже последовательности из последовательности списки строк станут стоят на первом месте ибо они как быстро получаются сплошь и рядом в питоне даже есть специальная функция которая она выходе выдает именно список строк мы об этом сегодня поговорим она даже на экране но мы еще не дошли вот и вообще списки в питоне как известно бывает чего из чего угодно вообще из чего угодно то есть вы можете определить список числовой вот но про то что этот список числовой будете вообще говоря знать только вы да потому что вы знаете что вы туда добавили числа именно вот для того чтобы проверить что он числовой надо про каждый элемент так вот только сделаем надо пройтись по этому списку циклом и про каждый элемент спросить является ли его тип скажем целом вот видите является да значит в действительности же в эту питомовские массиве питомские списки они могут хранить какие угодно элементы в том числе кстати строки на самом деле что угодно они могут хранить списки они могут хранить списки они у короче список в питоне как горшочек а пустой без меда туда что хочешь можно было вот я не знаю приводил ли этот пример давайте я его приведу потому что это довольно интересно и это имеет отношение к одному из кусочков сегодняшнего разговора в список можно положить функцию просто вот ну функции это же объект мы же с вами помним вот у нас есть встроенная функция бин когда мы обращаемся к ней как к объекту это просто функция это просто объект питомы это объект он является функцией вот а вот если мы его вызовем этот объект то есть припишем к нему круглые скобочки и напишем туда подходящий параметр вот тогда питом собственно вызовет эту функцию то есть выполнит ее алгоритм то есть то что в ней написано вот передаст туда в качестве фактического параметра тот объект который мы с этой стороны сделаем да может быть даже предварительно вычислив этот фактический параметр из других да функция отработает будучи вызвана вернет нам возвращаемое значение которое мы можем даже куда-нибудь положить да вот таким образом есть очень большая разница между вызовом функции то есть исполнением операции круглые скобочки над ней и самой функции которая вообще говоря является просто объектом и раз уж пошла такая пьянка этот объект можно во что-нибудь положить то есть назвать дать ему другое имя например да это та же самую это тоже имя такого того же самого объекта просто другой можно пользоваться тоже пользоваться в общем я думаю всем не отнимаетесь вот так вот раз уж функция это обычный объект никто не мешает положить функцию в список например сделать так какие проблемы вот у нас будет нулевой элемент этого списка первый там второй понятно как вызвать функцию которая лежит в этом списке ну как как применить к ней операцию круглые скобочки да вот так у нас получалось что это болтин функция бин а вот так у нас получалось что эта функция вызывалась работала вот так у нас получается что это был дэн функция бин как ее вызвать чтобы сделать чтобы она вызвала работу например вот так вот вот взять ее как-нибудь назвать да и вот вот вам так мы тут что-то приближаемся к низу экрана не хочу приближаться к низу экрана да вот но можно и короче можно написать просто вот так вот почему нет тут правда начинается некоторая такая мозговая чесотка при взгляде на вот эту цепочку скобочек некоторые скобочки круглые некоторые квадрат это у нас есть отдельная тема на сегодня но мы почему-то к ней приплыли прямо сейчас давайте тогда ее и обговорим вот а потом вернемся к нашей основной теме которая называется список строк что за бредяйсину мы наблюдаем вот здесь что за последовательность скобочек на самом деле никакой бредяйсины нету потому что скобочки как мы уже говорили на самом деле несколько раз это просто такие операции над объектами фактически над объектом f тут проделаны две операции операция первая это операция индексирования нашего списка и результатом этой операции является нулевой элемент этого списка поскольку мы знаем что нулевой элемент этого списка является функцией мы над этим объектом который мы оттуда получили производим вторую операцию вызова этой функции передачи параметры таким образом вот эта вот картинка в действительности не является чем-то мега сложным это просто последовательное применение операции сначала индексирования потом вызова к объектам которые чудесным образом потому что мы это знали оказались в первом случае объект f оказался списком а во втором случае объект f 0 оказался функцией вот и все довольно интересные перспективы на самом деле открываются вот с таким умением складывать функции функции в списке и вообще хранить их где-то в порядочных каких-то структурах вот но об этом стоит подумать что это за перспективы ну чтобы закончить эту тему благо я ее начал вот эта цепочка скобок она совсем не страшная тут написано что это страшная конструкция она не страшная что мы здесь видим мы помним что такие вещи надо начинать с конца читать понятное дело вот потому что вот эта операция проделывается над функцией сделать следует вот этот объект эта функция что это за объект функция он это четвертый элемент какой-то последовательности индексируемый потому что квадратные скобочки это взятие элемент последовательность по индексу то есть эта функция которая лежала в последовательность последовательность это что за объект это последовательность которая лежала в другой последовательности то есть вот в этой последовательности а и 2 лежала последовательность третий элемент который являл собой последовательность четвертый элемент которого являл собой функцию которую мы вызвали от элемента 5 дом который построил джек а это синица которая часто ворует пшеницу да а это опять функция смотрите да значит поскольку мы смогли и вызвать ее круглыми скомочками. Значит, эта штука, вот эту последовательность, последовательность, в которой лежала функция, возвращала другая функция. Сама эта функция лежала в последовательности, а на первом месте. Единственное, что реально страшно при взгляде на вот такой код, если вы такой код видите в программе, очень страшно за автора этого кода, если он действительно придумал такой алгоритм, а не от балды это написал. У него, ну, правда, наверное, ему нехорошо живется в жизни, если ему понадобилось написать такую конструкцию на пятой. А в остальном ничего страшного, дать последовательное применение операции. Возвращаемся к списку строк. Ну, как список строк? Значит, список это у нас набор элементов через запятую, список строк, ну, например, вот такой, да, это набор элементов через запятую. Вообще ничего военного, да? Вот он, вот его нулевой элемент, вот его первый элемент, вот его последний элемент, например, он же второй. Поскольку отдельным элементом нашего списка строк является строка, а она тоже последовательность, значит, из этой строки, которая тоже последовательность, мы можем взять ее какой-нибудь элемент. Ну, например, вот так вот. Вот у нас есть отдельный элемент нашего списка, и мы берем вот этот. Вот, пожалуйста. Теперь вспоминаем, что делать это необязательно. Мы могли написать последовательность операций над этим объектом, то есть написать вот так. Вот. Собственно, все. Мы с вами знаем одну, некоторую питонью хитрость, которая состоит в том, что элементом строки является строка просто единичной длины, а элементом этой строки является тоже строка, ну, и так дальше до бесконечности. Но в данном случае я просто напоминаю об этой мелкой хитрости питонии. Она не имеет особого значения для того, про что мы сейчас говорим. Вот. Значит, при этом... Ну, да, разумеется, я забыл упомянуть, но все примеры прекрасно понимают, что можно взять и секцию такой строки, которая хранится в списке. Да? Не важно. Абсолютно любые операции, которые вы делаете над строками, можно делать над строками. То, что они при этом хранятся в списке, никого не волнует, разумеется. Они могли храниться в списке, а могли называться, например, именем С. Вот. Единственное, к чему я хочу вас, так сказать, приучить, это к тому, что вот такие цепочки квадратных скомочек в случае питона означают одну совершенно конкретную вещь. Мы сначала взяли объект по имени С, применили к нему операцию квадратные скобочки с параметром минус один, получили некий новый объект. Этот объект, в свою очередь, тоже оказался списком, поэтому к нему применима операция секционирования. Вот. Применив операцию секционирования к ней, мы получили, значит, секцию минус первого объекта в списке С. Ну, собственно, вот. Ну, а здесь мы получили третий элемент того же самого. Давайте мы рассмотрим довольно интересную картину, на которой у нас будет домашнее задание. Интересная картина – это метафора текста в экран. Предположим, у нас есть прямоугольник с, ну, там, не знаю, пятнадцать на сорок, или классическое – восемьдесят на двадцать пять. Прямоугольник. В котором хранятся символы. Прямоугольник, в котором хранятся символы, состоит из символов одинакового размера. Это называется моноширинный шрифт. Видите? Если приглядеться ко всем, практически, без исключения, с исключениями, но исключения эти вредные, приглядеться ко всем инструментам программистской разработки, вы увидите, что в них используются исключительно моноширинные шрифты. То есть, когда вы выделяете кусок, этот кусок обязательно оказывается прямоугольным. Все символы имеют одинаковую ширину и одинаковую длину. Именно поэтому очень частые декораторы на букве «И», чтобы она была хоть немножко шире, не выглядела, как окруженная пробелами. И именно поэтому некоторые символы, типа «W» или «M», наоборот, выглядят слишком густыми, потому что они просто не влезли в одно знакоместо. Прямоугольная форма. Моноширинный. Так вот, метафора текстового экрана – это представление об экране, как о прямоугольнике таких символов. Каждая из которых что-то значит, и мы можем с помощью них что-нибудь рисовать. Была такая задачка. Была такая задачка. То, что с ней справились далеко не все, как раз меня и подвигло на сегодняшнюю лекцию. Помните, где крестик надо было рисовать? Будет еще одна такая задачка. Возможно, вам будет легче решить предыдущую в этом случае. Хотя там, в принципе, в той задачке, которая с крестиком, там ничего не нужно было делать, только циклически что-то вывести. Вот и все. Да, а здесь у нас некий экран с произвольным доступом. Что мы можем сделать? Ну, допустим, мы его можем заполнить какими-нибудь символами. Сделать изначальное состояние экрана. Давайте мы, значит, ну, скажем, я сколько там, 40 на 15. Вот. И мы вот этот самый 40 на 15 сначала он у нас будет пустой. Вот. А потом мы, значит, в него добавим 15 строк ширины 40, состоящие из точек. Как это сделать? Ну, мы сегодня посмотрим, как это сделать красиво и в одну строку, но пока не будем этого делать. Сделать им это руками. for и in range от сколько у нас строк. Мы добавляем по строкам. У нас список строк, да? Вот, видимо, высоты. Ну, и с cr.append Ну, а здесь мне лень, и я не буду по одному добавлять и напишу точечка умножить на ширину. Вот, что мы получили. На экран это что-то не похоже. Не похоже это на экран. Ну, как-то оно выглядит странноватенько. Но у нас есть два способа это поправить. Во-первых, мы можем тупо написать такой же цикл и увидим красивый экран. Смотрите. for только можно даже не вот так сделать, а вот так сделать. Да? Вместо стр.append написать print scr it что? src scr Вот он, этот экранчик. Давайте поставим на него точечку. одну. Что для этого нужно сделать? Вспоминаем некоторые неудобства нашей модели, которую мы сейчас использовали, которая состоит в том, что строки у нас не модифицируемы. Списки модифицируемы, строки нет. То есть, для того, чтобы вот сюда, например, поставить точечку, ну, звездочку, мы должны поменять эту строку на другую, в которой бы в этом месте стояла точечка, а в других нет. ну, то есть, мы должны написать что-то, что-то типа такого, scr, ну, допустим, седьмое, ой, не пишет, пиши, допустим, седьмое равняется. И тут мы должны немножко выпендриться. Мы должны что сделать? Мы должны взять левую половину строки. Ну, допустим, мы хотим поставить точку по координатам 12,7. То есть, 12 это x, 12 точек, номер 12 здесь должен был заменен на звездочку. Вот. А 7 это строка. Значит, номер строки мы указали. Здесь говорим scr, седьмое до двенадцатой позиции плюс звездочка. плюс scr седьмое от 12, седьмое от 12 позиции и далее. Что? Опять scr я написал. Седьмое до 12 позиции. Вот. Вот так надо было написать. Вот. Смотрите. Давайте посмотрим, что получилось. Вот она, эта звездочка. Что-то я тут перепутал. А! от 13 позиции и далее. Я, извините, ща. Обознатушки, перепрятушки. Давайте еще разок. Инициализируем. Да нет же. Инициализируем наш экранчик. Так. Пишем вот это. Но понятно, от 13 позиции и далее. 12 позиция у нас будет занята звездочкой. А вот, начиная от 13 и далее, у нас будет вот такая штука. А! Я его пересетил опять. Черт. Надо, наверное, программу писать. Так неудобно пользоваться. видимо пора писать программу а ну вот вот наша наша точка поставлены внутрь массив отвлекусь на вопрос от чем и чем и спрашивает scr.append что тут значит . . тут значит что мы вызываем метод объекта scr собственно про поля и методы у нас несколько разговоров было самый первый было именно когда мы говорили про строки давайте вспоминать до метод у любого объекта это такой такая функция которая работает с этим объектом данном случае метод как сказать когда про списки говорили тоже был разговор про методы метод опять добавляет в списка элемент вот так вот вот мы поставили . можем поставить точку куть рядом или там по диагонали от нее например по диагонали от нее это значит здесь должно быть 8 здесь должно быть 8 здесь должно быть 8 это значит следующая строка ну и допустим со сдвигом вправо значит позиция должна быть 13 позиция должна быть 13 смотрим вот они при этом для того чтобы записать в такую структуру что-то надо довольно сложную конструкцию вот такую проявить а вот чтобы прочитать ничего сложного нету мы просто говорим давайте расскажу мне пожалуйста что стоит в позиции 8 13 обратите внимание это x а это y потому что сначала номер строки потом я тупой вот да значит что стоит в позиции 8 13 номер строки 8 номер стал он обустал столбца 13 до звездочка стоит а что стоит в позиции 8 14 до . стоит таким образом мы можем взять и нарисовать здесь там тот самый крестик о котором была речь в задаче домашнем но там правда не нужно было всего это городить рожицу линии и даже график синусы если успеем сегодня нарисуем вот а значит но мне не нравится в этой картинке вот это что-то мы как-то вот на мудрячий да для того чтобы мы мы для моделирования нашей структуры данных экран использовали простую но слегка липоватую конструкцию которая доступ на чтение выглядит совершенно естественным а доступ на записи выглядит ну так себе мы конечно могли писать функцию которая это делает но все равно это как-то не того кроме того если экран достаточно большой то такая операция приводит к удвоению строк нам придется сначала сделать пол строки одну пол строки другую сложить их получить еще один объект а потом заменить тот объект который был экране раньше тут были видите одни только точечки на новый объект который мы сконструировали то есть в результате получается три объекта лишних длины n ну там два по половине один длиной который потом удаляются в общем это наверное довольно долгая операция вот хочется как-то по-другому смоделировать этот наш экран как можно по-другому смоделировать но очевидно нам нужен нам нужна какая-то конструкция в которой мы могли написать вот так вот на питон в общем прозрачно намекает у вас тут в качестве элементов вашего списка лежат строки а в них писать нельзя а во что можно писать ну в список можно писать значит что значит мы должны смоделировать наш экранчик как список списков а не список строк это сделать очень легко например мы можем взять и просто нашу строчку преобразовать список вот таким способом вы же помните что конструктор который делает из который создает список он это может делать из любой последовательности он пройдет эту последовательность поэлементно и создастся с каждого элемента элемент списка все таким образом вот этот наш конструятор где он тут был тут только надо еще обнулить этот сыр вот вот этот наш конструятор можно вполне превратить вот из этого вот в это вот при этом это будет выглядеть вот так вот как будто а птички на снегу потанцевали да вот и даже если мы попытаемся это вывести да ну давайте попытаемся вывести барс задайте вопрос по-другому в конструктор чего вас потому что непонятно значит да получается вот такая структурка давайте мы ее сделаем поменьше потому что иначе не поймите не понятно что что это за структурка давайте мы сделаем 6 на 8 нет 8 на 6 вас а потом вернемся к нашему экранчику как экранчику ой только не так и все время забывают связаться вот ну вот значит это шесть списков длиной 8 каждый из которых состоит из восьми собственно одна символьных строк как-то вывести на экран тут придется постараться есть некая проблемка потому что если мы просто сделаем как мы делали это раньше то это будет экран который все равно еще состоит из состоит из состоит из лишних символов да мы хотим мы хотим видеть вот такую картинку да а нам вывели вот такую картинку мы чем можем сделать мы можем сделать внутренний список вот то есть внутренний цикл мы можем сделать вот так вот for for c in s sr и ты и здесь print собственно c в конце ничего чтобы они все строчка писались а здесь собственно print вообще без ничего потому что это перевод строки с с с с р конечно с ц р ну вот видите мы одно пожертвовали ради другого у нас теперь печать выглядит не настолько просто как это было раньше вот но мы попробуем с этим побороться сегодня а вот зато вот инициализация всей этой ерунды выглядит совершенно и работа с произвольным элементом вот такой структуры представляющий экран выглядит совершенно аккуратненько вот давайте попробуем сделать побольше этот самый экранчик раз уж мы теперь умеем так делать вот проинициализируем его где тут инициализация вот и выведем ну почему и сердце когда если я же уже один раз делал и выведем вот пожалуйста вот наш экранчик но за то что мы приобрели мы теперь можем писать прямо так как хотели 8 это у нас y координаты томишь номер строки 12 номер колонки равняется решеточка звездочка трах бах вот она да значит давайте как что-нибудь интересное сделаем ford и in range от трех до скажем семьи а у нас сколько там 40 на 20 от пяти дом 12 scr изб и и т равно ну не знаю там решеточка до собачка бибячка что мы сейчас сделали мы нарисовали на картинке диагональ смотрите жух вот на что это больше всего похоже больше всего похоже на растровую графику самую обычную просто очень с очень очень крупным растром барс ну во первых вашем примере не хватает скобочек во вторых самый лучший ответ на этот вопрос дам вам не я питон спросите у питона вот в третьих если вы поставили скобочки с какой стати лист должен кавычки если в тот объект который вы передаете листу это последовательность строк с какой стати лист внезапно преобразует его последовательность интеджеров почему не в последовательность сосисок например непонятно вот значит ну вот вот видите да то есть наша метафора работает мы можем рисовать произвольные фигуры на этой растровой поверхности вот и потом ее выводить кстати сказать есть один промежуточный способ все безобразие вывести он называется pretty print вот но он не очень подходит он именно что промежуточный нет он совсем не подходит для меньших размеров он подошел быть pretty print увидел бы ширину экрана и сориентировался но видите только хуже сделал вот то есть наш картинка лучше обратите внимание на то что несмотря на то что вы вы слегка затруднены приходится делать вот такую вот кучевряжку вот хотя мы сейчас узнаем как это сделать попроще а под конец лекции если хватит времени узнаем как сделать это еще проще хотя еще более мудрена то есть еще более по-питумовски несмотря на то что вы вот требует вот такой вот четырехстрочной картинки вот как можно говорить смысле вот а модернизация теперь вообще дешевые бесплатные мы можем просто пользоваться индексом а вот особо особой проблемы не представляет если мы хотим например ну давайте сейчас давайте мы вернем вот этот вот свайп дурацкий про пролистаем если мы например сделаем вот так опять наткнулся на сердце вот я знаю что надо если ничего не помогает если все время вместо одной команды добирайте другой сделайте алиас да так вот если нам нужно вы на этой картинке заменить скажем привести горизонтальную линию то мы можем не описать такой цикл а написать что-то типа src src csc извините извините да scr ну допустим какая там десятая строчка да у этой десятой строчки мы хотим заменить символ из 4 по 8 на что на последовательность ну сколько их там раз два три 4 на 4 скажем решеточки с 2 3 4 вот так делать нельзя сейчас произойдет неприятность ой нет можно вот собрал обратите внимание на то что мы проделали довольно хитрый с точки зрения питоновской логики маневр который отработал так как мы хотим несмотря на то что я даже сказал что так нельзя что сейчас произошло пас под последовательность секция нашей строки начиная с 4 по 8 заменилась на секцию вне была заменена последовательностью длиной из четырех элементов которые были просто расставлены эти места значит если бы здесь был другая другой не 4 элемента больше мы получили фигню если бы здесь были ну как бы какие то другие не не строковые последовательности мы бы опять получили фигню но поскольку мы соблюдаем дисциплину мы заменили 4 элемента последовательность из четырех она прям брал преобразованный список этот список был вставлен на место как видите горизонтальная линия проводится очень легко в результате мы получили интересный механизм которым можно делать произвольные растровые изображения которые выводятся потом в текстовом терминале зачем не спрашиваете но можно аске аске арт какой-то сделать при этом с достаточно простым интерфейсом для ввода нам достаточно преобразовать преобразовать последовательность список почему иногда не явно а иногда явно где тут было вот иногда явно и еще более простым интерфейсом для модификации конкретного конкретного элемента в этом в экранчике потому что потому что он просто вращающие ски куб хотите такое в домашнее задание я думаю не хотите вот ну собственно вот барс дорогой ответить на вопрос это как это тяжело да это так вот если вы зададите вопрос более понятной форме я попытаюсь него ответить но возможно такие вещи лучше уже в чате обсуждать вот но смысле нефть или не в ютубе мох telegram потому что я пока не получаю до цикла присвоили значение нет не понимаю хорошо а значит я несколько раз обещал что эта структура которая повторяю заполнение которой и модификация отдельных элементов которые оказалось довольно простой и только вывод у нас четырехстрочный может быть гораздо проще обслужено и для этого нам понадобятся новые функции которые я специально когда у нас был разговор про строки не рассказывал потому что там одновременные строки и списки фигурируют собственно наша сегодняшняя подтема это делаю это два метода строковых которые называются сплит и джойн наверное начну с метода сплит как самого очевидного давайте сделаем вот так вот не забудем что если этот наш экранчик давать да вот если хекси эдитора правильно ответил на вопрос если он правильно ответил вопрос на тот ли вопрос все правильно да возвращаемся к нашему значит сплиту есть какая-то строка давайте мы ее ради интереса сделаем вот так вот вот давайте здесь день поставим несколько точек к ряду чтобы было понятно о чем я говорю так вот у строкового объекта есть метод сплит которому можно указать что является разделителем в строке он разделит эту строчку на подстроки между которыми стоял разделить как нетрудно вот догадаться значит вот под строка вот разделитель вот под строка вот разделитель тут стоит пустая строка вот она вот разделитель тут стоит пустая строка вот она вот разделитель вот под строка вот разделитель ну и так дальше как видите довольно естественная работа со строками Которые приводят ровно к той структуре, о которой мы сегодня начали говорить А именно к списку строк У функции сплит Да, разумеется, разделитель может быть не односимульным Давайте попробуем сказать, например, s.split от fv Звездочку я совершенно лишнее написал тут Вот, обратите Хорошо, qv, так красивше qv Вот, смотрите Как эти оба вызова отработали Использовался в качестве разделителя последовательности qv Поскольку разделитель стоит вначале, перед ним стоит пустая строка Вот она, дальше разделитель Дальше строка, дальше разделитель Ну и так дальше Вот, как видите, все получилось по тому же По тому же По тому же плану У функции Да, значит Как вы понимаете Для Превращение Строки В которой Некоторые символы являются Или некоторые подстроки являются разделителями Функция идеальная Для превращения строки в список Она нам вот в этой структуре была просто не нужна Потому что мы и так-то можем сделать с помощью конвертера в лист Вот, о котором тут Барс спрашивал Да? Ну, в смысле конструктора списка и строки Вот А вот В В реалайфе это очень удобный инструмент Который прямо вот сплошь и рядом Мы Кажется, даже в домашних заданиях мы уже начали его использовать Помните input split? А, нет, не помните Ну, вот Тогда и может быть и не начали Справедливости ради Функция split еще более интересная, чем кажется Во-первых Во-первых, у нее есть У нее есть второй параметр Ну, естественно, надо было сказать, что это не функция, а метод строковый У нее есть второй параметр max split И вы можете Который указывает, сколько разделителей мы считаем разделителями А сколько остается в хвосте строки Ну, например, вот этот у нас Вот эта вот картинка Нам выдала Сколько элементов? 12 А если мы скажем, что только первые 5 точек Являются разделителями, а остальные нет Вот У нас хвост со всеми остальными точками попал вот сюда Но еще более крутое У этой функции другое Если вы его вызываете вообще без параметров Она меняет логику своего поведения На так называемое разбиение строки на слова Слова с точки зрения сплита Это последовательности непробельных символов И в отличие от ситуации, когда каждая подстрока, являющаяся разделителем У нас служила отдельным Отдельным сепаратором для выходного элемента В случае вызова без параметров Давайте даже в начале сделаем Результатом работы сплита Является список именно слов То есть разделителем при этом является последовательность пробельных символов Ну опять я Опять я С равно Да что ж такое С точка сплит О! Вот это уже еще ближе к реальной жизни Потому что выковыривать слова из последовательности слов Между которыми пользователь понаставил пробелов И это прям вот очень жизненная штука Все интерпретаторы командной строки так работают Запятую и забыл О! Как вы думаете Что я сделал питон Прежде чем Вот Ну он кстати не это сделал Потому что Там же и без пробелов работает Но не важно Важно то, что многие интерпретаторы командной строки Shell например работает ровно так Вот Удобная фишка Иная Не такая как Фишка в которой Значит Разделитель явно указ Хорошо Запомним эту функцию На нее будет домашнее задание кстати Я догадался Вот тут надо будет еще сделать домашнее задание на сплит Но И вот это имеет прямое отношение к нашему скрину У функции сплит есть так сказать обратное Которое превращает список строк Обратно в строку Вставляя Склеивая эти строки И вставляя между ними разделить Ну давайте посмотрим Давайте что-нибудь такое найдем И Сравняется Просто чтобы для краткости было видно Да С точка сплит Даже давайте не так сделаем Давайте сделаем Вот так вот С точка сплит А ну да Понятно что нет ни одного пробельного символа Превращается в строку Давайте мы ее запомним Эту штуку Там С большое равняется Тут фигня А теперь наша задача Склеить все эти строки Вставив между ними разделитель Ну какой-нибудь Ну не знаю Три равно Обращаю ваше внимание на тонкость Она абсолютно логичная Она Если вздуматься Безальтернативная По другому Вы бы не смогли сформулировать эту вещь Вот Но Она изначально кажется какой-то странненькой Функция Join Которая объединяет Склеивает строки Эта функция Это метод Не Вот этого списка Это метод разделителя Мы говорим Разделитель Точка join Ну и давайте для начала Сначала так Разделитель точка join От Чего? От s Да? Итак У строки Которая Три равно Есть метод join Он на самом деле Любой строк есть Конечно Который Которому на вход Нужно подавать Список строк Наша сегодняшняя тема И этот список строк Склеивается Между ними Вставляется этот самый Разделитель Обычно Так конечно Не пишут Новых имен Не выводят Не вводят Пишут что-то Вот так Точку забыл Вот Вот Ну или даже Еще чаще Если вам нужно Как-то вот А нет Все Да Так Вот Возвращаясь К нашему Извините Экранчику Как бы нам Упростить Работу с этим Экранчиком С помощью Джойна Ну Вместо Вот этой фигни Можно поставить Вот этой фигни Можно поставить Join Потому что У нас Помните Элементы Сцр Ит Давайте посмотрим Сцр Скажем Пятая Это что? Это список строк Его можно Поджойнить С чем Поджойнить Поджойнить В качестве Разделителя Используя Пустую строку Вот так Поджойнить Что это такое? Это Строки Раз Два Три Взвт И Иксц Между которыми Вставлена Пустая строка Раз Два Три Пустая строка Иксц Так что Вот этот Вот цикл Отлично Перевращается Вот в Такой цикл Красивенький Сцр Ит Да А здесь Собственно Точка Join Только Print я забыл Print Смотрите Как красотень Я дам Больше скажу И это лишнее Можно еще проще Можно писать For Line In Сц Print Точка Join Отline А вот это уже Прямо Кристально Да То есть У нас получается Вот эта структура Screen Являющаяся Списком Списков Строк Список Список Строк Вот Который мы можем Смело Присваивать Какие-то Элементы Да И Который у нас Выводится Теперь Вообще Для конструкции Такое вот Знакомство С двумерными А Даже немножко Трехмерными Но мы этого не видели Структурами языка Программирования Вот что Если нам хватит Мы попробуем Вернуться к этой теме В конце Найничной лекции Потому что Тут есть еще О чем поговорить Ну да ладно Так Эту тему Мы уже Потрогали Тема Двумерный массив Так Но это мы не успеем Я когда готовился Уже понял Что мы не успеем Барс спрашивает Является ли Джоин С синтактическим Сахаром Питона Правильный ответ Нет Джоин Это просто Такой метод Строкового Объекта Который делает То Что он делает Ничего более Синтактически мерзкого Который бы делал То же самое В питоне Нету Там где-то Внутри Внутри Реализации Объекта Типа Стр Есть такая Способность Что у него Есть метод Джоин Которому Передается Список Строк Он эти Строки Склеивает Тут В общем Ничего Такого Нет Никакой Специальной Конструкции Питона Для Выполнения Джоина Этим Собственно Сам метод Джоина Занимается Вот Значит Следующая Структура Данных О которой Я Обязан Рассказать Потому что Она Является Основной В очень Большом Классе Объектов Рального Мира Вот Но о которой Мы Согласно Дисклеймеру В начале Лекции Говорить Впрямую Не будем Это Двумерный Массив Прежде чем Разрешить Это Противоречие Как это Не будем Говорить Но будем Говорить Хочу Порассуждать На тему Которая У нас Была Еще В прошлый Раз Помните Или Давайте Даже Не Помните А Посмотрим Те Давайте Даже Посмотрим Те На Последовательность Постановки Последовательность Решения Задач Да Значит После того Как мы Произвели Такую Предварительную Формализацию Алгоритма Мы Задумаемся Над тем С Какими Типами Типами Данных В питоне В конкретном Языке Программирования Нам Придется Работать Наступает Этап Моделирования Данных Моделирование Данных Нужно Для того Чтобы Что то Что в реальном Мире Называется Так Имеет Свойства Такие то Представить В питоне В виде Там Списка Множества Словаря Возможно Какой то Структуры Классов Короче говоря С помощью тех инструментов Тех Абстракций Данных Которые В питоне Есть На этапе Моделирования Где оно Тут А вот оно Возникает Вот какая Задача В реальном Мере У нас Вообще говоря Наша структура Данных Могут быть Даже Выглядит Как настоящие Структуры Данных Прямо Данных Структуры Но В языке Программирования Который Мы Используем Для того Чтобы Эти структуры Данных Обрабатывать Прямо Точь в точь Такой структуры Может не быть Или она Может быть Слишком Сложной Для той Простой Задачи Которую Мы Собираемся Сделать Иногда Довольно Очевидно Что Не нужно Пытаться Найти В языке Программирования Ну не знаю Структуру Данных Таблицу Учета Удоя Коров В зависимости От сезона Вот А иногда Бывает Что Кажется Будто Ну вот Какой Нибудь Ну не знаю Наш Пример Матрицы В математическом Исчислении Это такие Типичные Двумерные Массивы Где В вашем Питоне Матрицы Вот И вторая Проблема С которой Обычно Сталкиваются Начинающий Программист Стоит В том Что Он Берет Какую Первую Попавшуюся Структуру Данных И с помощью Ее Пытается Моделировать Вообще Любой Объект Из Хотя На самом Деле В языке Все-таки Есть Более Удобный Способ Говоря Про Матрицу Что Такое Матрица Матрица Это Такая Страшная Штука Из Математики Ну Как Страшная Страшноватенькая Не Обязательно Страшная Вот 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 Они Вот Они Вот Вот Значит Это Такая Структура Данных Математики Представленная В виде Прямоугольника Более мелких Структур Данных Как Правило Чисел Но Совершенно Необязательно Там Матрица Ставить Вот У каждого Из которых И у каждого Из элементов Которых Существует По два Индекса Это В случае Если Двумерная Матрица Если Матрица Многомерная То Бывает Много Индекса Вот Конечно Очень Хочется Чтоб В питоне Тоже Были Матрицы И Они Там Даже Есть В Том Самом Нумпы И Даже В Специальном Простеньком Типе Данных Под Названием Рей Там Кстати Матрица Кажется Нет Вот Но В Нумпе Они Точно Есть Значит Но Для Небольших Данных Небольших Объемов Для Простых Каких-то Несложных Вычислений А В нашем Суновем Случае Как начинающих Все наши Вычисления Будут Простые Несложные Нам Совершенно Не обязательно Использоваться Вот Этой Библиотекой Нумпе Нам Достаточно Поначалу Списков Списков Да Совершенно Справедливо Вот тут Бибку Бива Говорит Про то Что в питоне Есть Специальный Модуль Нет В питоне Есть Огромная Библиотека Которая Называется Нумпе Базирующаяся На матрицах Она Ну реально Огромная Она Про всю Математику Вот Так что Нет Это Не специальный Модуль Это Здоровенное Исследование С Так что Могу только повторить Начало лекции Возможно Вы его пропустили Что если вам захочется Поговорить про Нумпы Мы попробуем Это сделать Но для этого Нужно В общем Чуть больше Знаний Чем Чем На что Я Рассчитываю От Здесь Присутствующих Математических Да Так вот Значит Если Вся Весь Смысл Матриц Про Которую Мы Говорим Это Чтобы У элементов Было Две Координаты Вот Как Здесь Да То Отлично Работает Просто Тупо Список Списков Это Раз Не Две Координаты Мы тут Хранили Точечки Так Будем Хранить Тиселки Давайте Мы Вот Давайте Мы Просто Ну Не Знаем Напишем Что Типа Матрица Равняется Список Списков Список Списков Раз Два Два Три Четыре Три Продолжаем Наш Список Четыре Пять Пять Шесть Пять Обратите Внимание На то Что питон Видит Что Не Закрыта Внешняя Скобка Квадратная И Не Спешит Нам Ругаться Что Мы Уже Закончили Семь Восемь Девять Ноль Один Десять Один Двенадцать Просто Для Красоты Напишу Вот Так Ну И Закроем Эту Скобочку По Фэншую Как Нибудь Вот Таким Вот Образом Вот Чуть Такое Да Это Список Списков Тупо Вот Вот Ну Ну Только Я Красиво Напечатал Кстати Вот Тут Прит Принт Нам Поможет Прям Вот Он Ровно Для Этого Пользовались Свойством Питона Тем Самым Свойством Питона Что Никакая Никакая Вот Эта Структура Данных Вовсе Не Матрица Это Список В Который Сложены Списки То Есть Она Выглядит Как Матрица Как Двумерный Массив Как Элемент С Двумя Индексами Только В Смысле Того Как Мы К Нему Обращаемся Интерфейсно Она Похожа На Матрицу Да Наоборот Вот В Действительности Как Мы Сегодня Уже Говорили В начале Лекции Вот Такая Картина Это Не Волшебное Обращение По Двуминдекс Да А Сначала Мы Берем Элемент Третий Элемент Нашего Списка Мат А потом Берем У него Второй Элемент Вот И Все Да Действительно Такой Способ Моделирования Матриц Существенно Более Медленный Чем Использование Того Самого Но Для Задач Где Все Это Измеряется Сотнями Там Десятками Да Вообще Не Проблем Совсем Достаточно Эффективно Его Различия Ну Как бы По скорости В несколько Раз Всегда То есть Нету Какого Болибо Роста Сложности То Что Называется Усозвездочка В смысле Вычислить Сложность Вот И мы С этими Матрицами Такими Так Смоделирования Можем Вообще Достаточно Неплохо Работать Ну Например Мы Можем Создать Транспонированную Матрицу Как Это Сделать Поменять Местами И Ж Да Вот мы Берем Так Вот Что бы Такое Придумать Ну Господи For In In Давайте Не так Сделаем Давайте Мы Сначала Хотя Мы знаем Что Здесь У нас 0 1 2 То есть 3 А здесь 4 Да Высота 4 Давайте Напишем Высота Ширина 3 Высота 4 По-моему Так 3 4 Заведем Новый Пустой Список Транспонированный И будем В него Добавлять По очереди Все Нам надо Транспонировать Нам надо Поменять И Ж Значит По-хорошему Надо делать Не так По-хорошему Конечно Нам надо Завести Список Вот такой Вот Умножить На Умножить На Сколько На Высоту Ну Конечно Нет Не так Значит Что я сейчас делаю Да Чтобы Вы не пытались Угадать Чем я тут Занимаюсь Я хочу Составить Нулевую Матрицу Матрица Стоящая Исключительно Из нулей Того же Размера Что наша Матрица 2 умножить Что наша Матрица Мат Да Значит Как составить Одну строчку Матрицы Надо взять Нули И умножить Это на ширину Как составить Это у нас Будет Одна строчка Если это умножить Еще и на высоту То получится Вот Структура Того же Типа Что и Наша Матрица Мат Вот видите Одинаковая Опять таки Пускай вас Это не пугает Ничего военного В этой конструкции Нету Взяли список Список Это индексируемая Последовательность Хранимая Ее можно умножать На число Умножение на число Будет означать Склейку Склеили Получали Вот такую штуку Это список Единственное Чего мы сделали На самом деле Мы сделали Неправильно Реально неправильно Давайте Это Эти грабли Расчехлим И попрыгаем На них Отлично Что мы до этой темы Добрались Казалось бы Что можно Пойти не так Да М2 Хорошая Годная Матрица Ну правда Смотрите Давайте Мы даже Сделаем Imprint От матрицы Где Напишем For Line In M For C Inline Print Print C Ent Равняется Пробел Print Ну Функцию Эту нашу Такую Сделаем Печать Да Сделаем Imprint От M M2 М2 Во Шикарная Хорошая Матрица Что не так Напоминаю Как мы ее сделали Мы ее сделали Вот таким способом Мы взяли Вот такую Вот такую Строку Да Вот такую Да что Что будешь делать Вот такую Строку мы взяли Вот такую И умножили Это все На Харас Вот она Так вот Получился у нас Очень странный Конструкт Не являющийся Вообще Тем Чего мы хотим Почему Давайте я сначала Подам намек А потом мы этот Намек Разгребем И уж на этот раз Прыгнем на грабли Со всей силы У нас есть М2 нулевое Первое И второе Еще и третье Есть на самом И это все Списки такие Как мы видим Давайте посмотрим Их идентификатор Вам Ничего в этом Подозрительным Не кажется Есть подозрение Что это Один и тот же Список Что все Элементы Массива Списка М2 Ссылаются На Эти элементы Они ссылаются На одно И то же На один и тот же Кусочек Почему Как почему Да потому что У нас вот тут Был Список Мы его просто Повторили Этот Один и тот же Список Повторили Аж раз И получилась Ерунда Потому что Если мы сейчас Напишем М2 Допустим М2 Скажем Первое Второе Равняется Ну скажем Девяти Девяти Знаете Что получится Почему Потому что Наш Наш Красивый Но неправильный Конструктор Сконструировал Нам Не Список Разных Списков Которые Можно Там Хранить А Список Одинаковых Что делать Есть два Варианта Наверное Стоит Обнародовать Правильный Или скажем Так Удобный Чтобы Не делать Неудобный Хотя Неудобный Придется Сделать Хотя бы Чтобы Понять Что мы Делаем В чем Фигня Фигня Состоит В том Что мы Не можем Взять И получить Внезапно Из списка Его копию Никому Про это Не сказавши Вот здесь Нигде Не написано Что этот Список Надо Не один И тот Умножать Что В результате И вышло А копировать Делать из него Полную копию Не написано Поэтому Мы можем Что сделать Мы можем Завести Этот Настоящий Настоящий М Пустым И сделать Копию Руками For Element In M Element Равно А вот тут Уже Можно Прямо Сразу Писать Нет For For Yield InRange От Чего там Х Да М Точка Append А вот Здесь уже Можно Написать Вот этот 0 Умноженный На W Потому Что Теперь У нас Каждый Раз Будет Список Добавляться В список Будет Добавляться Новый Другой Список Из Нулей И Все Будет Хорошо Да Вот Ну Наконец Значит Python Не был бы Python Если бы Под Вот Такую Конструкцию Не Существовало Более Удобной Штуки Сейчас Поскольку У нас Осталось 10 минут Всего Я Эту Удобную Штуку Введу А Всех Вас Призываю Либо Чуть Сильнее Поднапряч Голову И Понимать Продолжать Понимать Что происходит На экране Либо Пересмотреть Это И В конце Концов Понять Значит Про Что Я Сейчас Буду Говорить Это Такая Новая И последняя На сегодня Тема Вот Она Эту Тему Мы Не Поймем Циклический Конструктор Которую Надо Начать Вот С чего Значит Вот У нас Есть Наш Список Который Можно Сконструировать С помощью Перечисления Элементов Данного Списка Через Запятую Как То Так Во Отлично В питоне Есть Специальная Конструкция Которая Позволяет Вместо Перечисления Элементов Вот здесь Квадратных Скобочек Эти элементы Вычислить То есть Написать Формулу Которая Бы Вычисляла Значение Каждого Элемента И По этой Формуле Сконструировать Список Эта Эта Штука Называется Циклическая Сборка Или Циклический Конструктор Слово Циклический Там Не случайно Поскольку У нас Больше Одного Элемента В списке Его Нужно Каким-то Образом Цикл Задать Выглядит Это Вот так Допустим И Умножить На 2 Плюс 1 И Умножить На 2 Плюс 1 Форму От Ну Скажем 20 Нет 10 Обратите Внимание Пожалуйста На То Что Вот Этот Форм Он Очень Похож На Оператор Форм Который Мы Пользуемся И Который У нас Был Там На Третьей Четвертой Лекции Но Таковым Не Является Это Именно Деталь Циклического Конструктора Которая Задает Собственно Некую Последовательность Вот Здесь У нас Последовательность Здесь У нас Как и в цикле Форм Переменные Имена А вот Здесь Вот Формула Над Этими Эменами Которая И будет Очередным Вычисленным Элементом Создаваемого Нами Списка Вот Как Это Выглядит И Во Что Это Выливается Я Несколько Раз Предупреждал Что Тема Сложная Сложная Она Ровно Одной Вещи Вот Этот Циклический Конструктор И Скажем Вот Этот Цикл Форм Это Очень Разные Вещи Они Похоже Работают Да Они Пробегают Последовательность Они Именуют Элементы Сообразно Элементам Этого Самого Они Связывают Вот Этим Именем Все Элементы Вот Этой Последовательности Но Дальше У Этой Конструкции И У Этой Поведение Различается Оператор Фо После Вот Этой Конструкции Следует Тело Блок Со Сдвигом Внутри Которое Мы Что Угодно Можем Делать И И Использовать Там Вот Эту Переменную Ими Ель Как Очередной Элемент В Циклическом Конструкторе Формула Использующая Вот Это Имя Во Первых Стоит До Оператора До Вот Этой Штуки Фо И Во Вторых Тут Нельзя Опять Произвольный Оператор Здесь Можно Писать Формулу Если Циклическая Конструкция Забрана В Квадратные Скобки Результатом Будет Список Который Будет Состоять Из Всех Значений Вот Этой Формулы На Все Вот Этой Последовательности Вот Такой Удобный Способ Записать То Что Мы Раньше Делали С помощью Заведения Пустого Цикла И Аппенда Как Сотвратится Этой Помощь Нулевой Двумерный Массив Создать Ну Теперь Мы Понимаем Как L Равняется 0 Умножить На Ширину For E In Range От Высоты Вот Такой Двумерный Массив Вернее Модель Двумерного Массива Конечно Будет Нормальным Да Потому Что Фактически Это То Самое Что Здесь Написано Только Коротко Ясно И С точки Зрения Разговора Про Индексы Даже Более Понятно Да У Нас Будет H Строк Ну Как Строк Списков Из Каждый Из В Нулей Вот Да И Тут Все Конечно Будет Хорошо Вот Напоминаю Что В отличие От Традиционных Двумерных Массивов Как настоящих Здесь Индекс В Обратном Порядке Сначала Номер Строки Потом Номер Столбца Сначала Номер Строки Потом Номер Столбца Строки Вот Что мы Давайте Сделаем Давайте Мы Транспонируем Что ли Что-то То есть Поместим В этот Создадим Давайте Сейчас У нас Есть М М М Принт Матрицу Вот У нас Есть Прямоугольная Матрица Давайте Создадим Матрицу Которая Не здесь Которая Будет Размерности Не 3 на 4 А 4 на 3 Вот 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 она Здесь Значит Х А здесь В И совершим Транспонирование То есть Запишем В элементы В элементы Этого Якобы Двумерного Массива В элементы Этого Списка Списков Соответствующие Элементы Нашего Нашей Сходной Матрицы Мат Но С подменой И И Ж То есть Подменой Первого Индекса На второй А второго На первого For E E In range От Высоты Да For G In range От Ширины И дальше L Давайте думать Ит Жт Равняется Матрица Жт Ит Не попал А Господи Ну я тупой Конечно Все наоборот Сначала номер Колонки Видите Я сам На эту удочку Ловлюсь Каждый раз Вот Это Исходная Матрица Это Транспонирование Матрица Понятное дело Что даже Транспонирование Это уже Настолько Математическая Операция Что лучше Для нее Пользоваться Тем самым Нумпаем Вот Но Как видите Вполне Вполне Интересная И удобная Конструкция Вот этот Самый Циклический Оператор Циклическая Сборка Которая Нам Поможет С такого Рода Списками Списков Вообще Работать Ну собственно И с Одиночными Списками Тоже Кстати Сказать Мне кажется Что Наше Упражнение С экранчиком Вот Тоже Теперь Будут Гораздо Легче Смотрите Только Не этот Экранчик А экранчик Вот этот Вот Вот этот Экранчик Вот вместо Вот этого Этих Трех Строк Можно Теперь Написать То Что Мы Здесь Написали Да Значит Экранчик Это У нас Что Ширина Точек Давайте Сделаем В Х Равняется Ширина У нас 40 Была А высота 15 Да Экранчик Это Это Точка Список Из 15 Точек То есть Список Из одной Точки Множить На 15 Нет Ширина Ширина Это 40 For InRange От Х Вот Сейчас Давайте я попробую Что-нибудь придумать Ну давайте Для начала Его выведем Потом я напишу Адскую конструкцию И на этом Лекция закончится Сначала Выведем С этим списком Мы можем Отлично Работать Например Да Можем написать Вот так Вот Что Что я сделал неправильно Сейчас 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 А Потому что С Я опять Написал Я тупой Тупой Не С А С С Там Какой-нибудь 12 12 Это Там Бебячка Вот Ну и For Line InScr Print Как мы уже договорились Print Точка Join От этого самого Line Ну вот она Кстати Обратите внимание Поскольку у нас Индексы здесь Совпадают Они должны Стоять на диагонали Давайте проверим И правда Стоят Вот У нас Время заканчивается Ну собственно Я рассказал Все что хотел Вот это Мы явно Не успеваем И не могли успеть Под конец Я напишу Адовую конструкцию Которую Обещал Смотрите Мне кажется Что вот это Можно Превратить В одну строку Сейчас придумаем Помните Почему Потому что Вот тут For Его можно В этот For Заложить Давайте Попробуем Точка Join Отline For Line In Screen Что это такое И это Список строк Что мы можем Сделать Со списком строк Ну например Поджойнить его Жмяк Жмяк Нет Что-то не то А Ну понятно Что не то Эти строки Должны идти Через перевод строки Какой там У нас Символ Перевод строки Мы слышим Ну и теперь Осталось только Сделать Принт Та-дам Согласен Что на первый взгляд Вот эта конструкция Выглядит Страшновато Как обычно Читать надо Изнутри Что мы читаем Изнутри Выводим Выводим Значит Что нам нужно Мы берем Line Который Представляет Собою Последовательность Односимольных строк Джойним их Склеиваем В одну строчку Line Этот берется Из Нашего экранчика И мы получаем Вот такую конструкцию Последовательность строк И эта Последовательность строк В свою очередь Склеивается Через переводы строки И получается Отличная строка Многострочная Такая Вот Которая Вот она Которую При попытке Вывести Так Из интерпретатора Нам этот Бэкслэш Н выдается Как Бэкслэш Н Ну потому что Так Компактнее А Когда мы делаем Принт Все Получается Как надо Вот Смотрите Какая красота Вот Если у кого-то Получится Освоить Подобного Рода Конструкции Домашнее Задание Связанное С экранчиком Решать Вот этой Штукой Будет Легко И приятно Там будет Буквально Несколько Все Если есть Какие-то Вопросы Задавайте Если Вопросов Нету То Видимо С нас На сегодня Точно Хватит Что будет В следующий раз Не знаю Не спрашивайте Пока не могу Ответить Так Вопрос Давайте Чем-нибудь Быстренько А то у меня Следующая лекция Скоро Пишет Человек Вопрос Пока Человек Пока Человек Пишет Вопрос Это не Вопрос От просьбы Ну Слушайте Он Ушел Куда Не Всякий Раз Мне Демонстрировать Кота Ладно Все Пошли Уже Пошли Уже Эти Самые Какие-то Левые Пожелания В общем Всем Спасибо До Свидания До Скорых Встреч Продолжение следует